В эфире канала 16 новости. Здравствуйте, в студии Олег Азаров. Смотрите сегодня выпуски. Особые требования к качеству покрытия. ДЭП готовит лжероллерные трассы к первенству города и чемпионату России. Регистрация кандидатов. Сколько человек уже стали претендентами на места в Городскую Думу. Новости избиркома. Роль в истории Отечества. Кем остался в памяти российский князь Александр Невский. Мнение горожан. Залог успешного проведения городских соревнований по лыжероллерам – готовность трассы. Ее заметно обновили на лыжной базе. Приступают к восстановлению и тех участков улиц, где будет проходить чемпионат России по лыжероллерам. Подробности прямо сейчас. Совершенно ровная и едва остывшая. Такой мы увидели обновленную лыжероллерную трассу Саровской школы Олимпийского резерва. ДЭП постарался. Да и спортсмены помогли. Николай Седов лично консультировал специалистов дорожников в части соответствия трассы строгим техническим нормам. Это требования и к составу смеси, и к качеству асфальтобетонного покрытия, к ровности поверхности, широковатости. Все вот эти условия мы максимально стараемся учитывать. При подборе смеси здесь и при устройстве мы выполняли пробные участки. И работу проводили в тесной связи с нашими спортсменами. Мы приглашали Николая Евгеньевича Седова, показывали ему поверхность. Первым серьезным этапом испытания нового асфальта станет открытое первенство города по лыжероллерному спорту. В соревнованиях планируется участие порядка ста иногородних спортсменов. Это команда Арзамаса, Пенза, Нижнего Новгорода, ВЫКСы. Также в первенстве города на приз администрации выступят наши выдающиеся спортсмены. Ожидают от саровчан успешного выступления на чемпионате России. Планируется выступление Петра Седова, Евгении Вавилкина, Марии Козякаевой. Думаю, что и Маша Трунова будет выступать. Она в этом году у нас выполнила разряд кандидата в мастера спорта. Но все будет зависеть от того, насколько они хорошо подготовлены. К чемпионату России по лыжероллерам готовят также трассу, проходящую по улицам. Довиденко и проспекту Музруково. Работы завершат в начале августа. Новости кратко. Смотрите в нашем дайджесте. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают поднять штрафы за ночную торговлю алкоголем. Этот вопрос рассматривался на заседании одного из комитетов ЗАГС собрания. Продавцов, уличенных в нарушении запрета на продажу алкоголя в период с 22 до 8 часов, предлагается штрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит от 10 до 40 тысяч. Юридические лица могут быть наказаны на сумму от 200 до 600 тысяч рублей. У молодых саровчан еще есть шанс стать участником профильной смены лидерского направления «Наше дело-2015». Она пройдет в «Березке» с 13 по 22 августа. Организаторы Департамента по делам молодежи и спорта ставят задачу дать активистам практические навыки создания и реализации собственных проектов. Возраст участников от 14 до 21 года. Возможно, групповые заявки. Первым шагом для прохождения отбора на «Наше дело-2015» должен стать звонок в Департамент по делам молодежи и спорта. Телефон 67181. Тренерский штаб сборной России опубликовал состав национальной команды на чемпионат мира по стрельбе из лука, который пройдет в Дании с 26 июля по 2 августа. В стрельбе из блочного лука защищать цвета национальной команды будет четырехкратная чемпионка мира саровчанка Альбина Логинова. Также в женском зачете выступят Мария Виноградова «Орел» и Наталья Авдеева «Калининград». В единый день голосования, 13 сентября, саровчане будут выбирать депутатов Городской думы 6-го созыва. 9 июля приступили к работе окружные избирательные комиссии, которые регистрируют кандидатов в депутаты. Дело близится к концу, как работают избиркомы и сколько кандидатов уже зарегистрированы. Об этом в репортаже Ольги Федотовой. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Городской думы 6-го созыва в разгаре. 9 июля начали работу 35 избирательных комиссий, 34 окружных по числу избирательных округов в Сарове и территориальная. Для того, чтобы подать заявку на выдвижение в качестве кандидата, необходимы следующие документы. Нужно заявление, копию паспорта, копию диплома и справку с места работы. Это для подачи заявления. То есть он уже будет заявленный кандидат. При этом надо при себе иметь, конечно, оригинал паспорта и оригинал диплома. Комиссия работает с 5 до 8 каждый день. В понедельник, вторник, среда, четверг, пятницу и в субботу с 11 до 2. Кандидатам-самовыдвиженцам необходимо также предоставить подписи избирателей в количестве половины процента от числа жителей, проживающих на округе, по которым он выдвигается. Не нужно представлять подписи кандидатам, которые выдвигаются от партий, набравших более 3% на выборах в Государственную Думу. Это ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Справедливая Россия и Яблоко. На данный момент партийные списки предоставили две партии. ЛДПР – 16 кандидатов и КПРФ – 12 человек. А всего на сегодняшний момент подано 36 заявок. Избирком рассматривает документы в течение 10 дней. Затем принимает решение о регистрации кандидата или отказе. Пока зарегистрирован только один кандидат в депутаты. Напомню, выборы пройдут в единый день голосования – 13 сентября. Мы очень надеемся, что жители города проявят активность. И не как обычно придут в 30% в соотношении, а придут все в 100%, ну хотя бы 90%, потратят свои полчаса, там час. Это важно, это на 5 лет мы определяем жизнь нашего города, в каком направлении он будет дальше развиваться. Заявления на выдвижение в качестве кандидатов депутата городской думы 6-го созыва принимаются до 29 июля. Окончательный список зарегистрированных кандидатов станет известен после 8 августа. В июле 1240 года состоялось первое крупное сражение войска Александра Невского с западными захватчиками. На реке Неве шведы были полностью разгромлены. В память об этом событии Петр I основал Александра Невскую лавру. А как мы чтим подвиг святого князя и полководца, что о нем знаем и как оцениваем его роль в формировании русского государства, об этом в материале Любови Креницкой. Князь Александр Невский вошел в историю нашего Отечества как первый собиратель русских земель, основатель государства российского. Его помнят и чтут как причисленного к лику святых полководца и князя. Что знают и помнят из российской истории об Александре Невском саровчане? Это очень большой военный стратег в тех времен. И поэтому Невский до сих пор у нас является образцом служения своей отчизне, своей Родине. От Орды как защищал? Умер в Орце, потом не добрался домой. Он защищал нас от захватчиков и был на самом деле одним из первых, кто дал отпор. Александр Невский руководил сражением, так называемая Невская битва. Это была одна из многих его побед. И он был прекрасным полководцем и одержал очень много важнейших побед в российской истории. В первую очередь это были победы над шведами и над странами, которые входили в Тевтонский орден. Великий князь был Руси. Выиграл битву в 1940 году со шведами и в 1942 году на Чудском озере. И потом ввел политику такую, чтобы Русь сплотить и победить татаро-монгольские игры. Победил в Ледовом побоище, если не ошибаюсь, со шведами. Для России это было великое событие. Он разбил Ливонское полче на Ледовом побоище. Александр Невский хотел заманить, чтобы они провалились, чтобы его армия выиграла. Новости и программы канала 16 смотрите на сайте sorov24.ru. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До свидания. В четверг 23 июля в Сарове переменная облачность, небольшие дожди. Днем 18 градусов, вечером похолодает до 12. В Нижнем Новгороде 23 июля облачность будет переменной, пройдет дождь. Температура воздуха днем 19, вечером не выше 13 градусов. В Москве в четверг переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха от 20 до 13 градусов.